Алексей Барновский, рекрут-доброволец Легиона Свободы России с нами сегодня на связи. Алексей, приветствуем вас. Да, здравствуйте, Фридом. Снова рад с вами встретиться в эфире. Вы знаете, Алексей, мы 17 января. Эта тема, она такая, знаете, у нас была практически в каждом нашем эфирном часе. Мы говорили о том, что происходило в Башкортостане. И были мнения, я скажу честно, ну как, они не были очень широко распространены, но были мнения, что, ну вот, сегодня акции протеста закончатся и все. Мы с Ильем Пономаревым предполагали, что акции будут продолжаться. Какого они будут характера, какой будут нести контекст, мы тоже обсуждали. Но вот сегодня мы видим, жители уже вышли в Уфе. Также, да, они выступают против приговора как раз активисту Алсынову. Вот хотелось бы с вами также обсудить. Это вот очередной этап этих протестов. Как вы считаете, Уфа это все-таки столица региона? Либо же здесь, скажем так, когда такие акции протеста начинаются в Уфе, это дает сигнал и другим населенным пунктам Башкортостана, что, мол, типа, да, жители, давайте поднимайтесь, давайте присоединяйтесь. Потому что как раз вот кейс Алсынова может стать тем кейсом, который приведет, что Башкортостан станет независимым. Ну, во-первых, надо сказать, что мы в Легионе Свободы России внимательно следим за развитием событий в Башкортостане. У нас есть, значит, в составе Легиона жители в прошлом этого региона, то есть выходцы из Башкортостана. И, безусловно, все мы поддерживаем и филиал Сынова, его борьбу за права, собственно, башкирского народа, и мы поддерживаем митингующих, которые сегодня протестуют формально только за Алсынова. Но на самом деле мы понимаем, что эти протесты, они имеют антивластную природу. Тот же вот Радий Хабиров, которого называли сегодня, да, но он уже давно, так сказать, как бельмо на глазу башкирского народа, потому что это действительно такой, знаете, путинский ставленник, который только проводит московскую имперскую политику в республике, а, собственно, население, жители Башкортостана там рассматривают только, знаете, к сожалению, как пушечное мясо. У Башкортостана очень большие потери на душу населения среди иммобилизованных, на так называемое СВО. То есть на самом деле у этих протестов, у них много причин. Просто дело, несправедливое обвинение Алсынова, это стало спусковым крючком. Именно поэтому мы полагаем и уверены, что эти протесты будут продолжаться, даже если силовики вот так жестко подавляют эти выступления сегодня и накануне. Дойче Велло, вот сегодня, я покажу вам сейчас, такую картинку они опубликовали, да, часто русская служба Дойче Велло, и не только, кстати, русская служба, делают такие себе картинки, да, в отношении того, что происходит, не только в России, но в принципе по всему миру, да, вот Владимир Владимирович спочивает, скажем, вот так, на перине многослойное, а тут, как принцесса на горошине, горошина в виде Башкортостана, или Башкортостан в виде горошины, вот так вот мешает Владимиру Владимировичу почивать на лаврах царя, или я не понимаю, честно говоря, я не знаю, кем видит себя президент России в нынешней истории российского государства. Башкортостан здесь видится как такая горошина, которая мешает, и будет в дальнейшем мешать. Ну, обычно с такими горошинами, простите мне, жители республики, и не хочется говорить так о вашем месте рождения и жизни, но тем не менее. Они довольно быстро, этот вопрос решается представителями Кремля, собственно, теми товарищами, скажу таким образом, которые работают на эту власть. Не так давно сегодня, можем объяснить, вышла с такой фразой, с таким мнением, да, одного из политологов, если мне память не изменяет, нет, не политолог, бывший шофред Эха Москвы в Уфе, Руслан Валиев, в комментарии, собственно, говорит о том, что в плане рисков для власти, это похоже на протест Навального, то, что происходит сейчас в Башкортостане. На самом ли деле, вот такие немногочисленные, в принципе, если говорить в целом про Российскую Федерацию, протесты, могут реально сделать, ну, скажем так, мутить воду, скажу таким образом, для контекста планов Кремля на будущее? Вы знаете, на самом деле, это совершенно не похоже, на мой взгляд, на протесты Навального и вообще на какие-либо московские протесты, потому что это совершенно другой тип человека вышел сегодня на улицу. Вот как раз-таки вы уже начали об этом говорить, что только ли Уфа протестует? Нет, конечно, не только Уфа. Там и силы веков стягивают со всей республики, но и протестующие приезжают из разных, собственно, районов республики Башкортостан, из разных сел. Это как раз-таки совершенно не политизированная в таком обычном смысле публика. Это люди, которые, знаете, такой, что называется, глубинный народ, которых просто допекла вот эта ситуация. Я повторюсь, причин-то у протестов много, и ухудшающаяся экономическая ситуация, которая сказывается на жителях глубинки маленьких городков, сел, деревень и так далее, и плюс потери, значит, вот Башкортостана от мобилизации, все это вызывает недовольство в тех неполитизированных, в обычном, так сказать, дне людей. Поэтому это как раз-таки совсем не похоже на какие-то московские протесты, где так называемый, знаете, вот креативный класс, такая продвинутая рубанистическая молодежь. Нет, это вот именно протест с низов. Алсынов, он был популярен не только в среде интеллигенции республики. Это активист не только, допустим, экологического движения, это активист именно национально-освободительного башкирского такого движения, возрождения башкирского народа, самосознания. Именно поэтому, собственно, и у власти были к нему счеты, потому что он не встраивался в вертикаль, спущенную из Кремля и, соответственно, от Радия Хабирова. Он высказывался и негативно по отношению к войне, которую Москва развязала в Украине. Ну и также он боролся за, собственно, сохранение природных ресурсов, природного достояния Башкортостана. Этим он тоже был крайне неудобен и невыгоден для властей официальных. Поэтому тут за него и выступили люди, которые видят несправедливость, и они вот уже, их, что называется, допекло до ручки, они вышли на улицу. Да, вы знаете, я сейчас смотрю как раз тоже Deutsche Welle, но ссылаясь на телеграм-канал Света Вижен, как раз разместили видео. Полицейский, что там в Уфе говорил сегодня, угрожал протестующим уголовной административной ответственностью за части в митинге. Но я процитирую его слова. «Граждане, я вас предупредил в полемику, вступать не буду». Ну вот, понятно, что не будешь вступать в полемику, будете как это... Вы помните, раньше была Госдума не место для дискуссии, а теперь уже и улица не место для дискуссии. Куда? Место для дискуссии, не место, чтобы высказаться, не место, чтобы выйти на Красную площадь с плакатом у папы, который просто кричит «помогите», потому что у сына спинально-мышечная атрофия, и он просит просто помощи финансовой. Его за это тоже везут в отделение, а потом, правда, отпускают, но все же вместе с сыном, который на коляске. Ну, то есть, в принципе, да вообще ничего не стоит. Ну, это я сейчас, вы понимаете, да? Да вообще стоит просто, ну, где-то там, я не знаю, просто молчать, просто ничего не говорить. Ну, да. Ну, собственно, понимаете, поэтому «Легион свободы России» говорит, что время простых таких мирных акций протеста на самом деле прошло. Сейчас, во время войны, с путинским режимом можно бороться только с помощью оружия в руках. Как внутри России к этому все идет, собственно говоря, так и, соответственно, на фронтах вот этой большой войны, которую Путин развязал. Поэтому мы всех приглашаем, собственно, присоединяться к нашему движению. Есть и партизанское движение, партизанская сеть, ориентированная на «Легион свободы России». Ну, и, собственно, «Легион», который действует, борется. И мы рады будем, в том числе, пополнение из Башкортостана приезжать. В обратном направлении не готовы ли бойцы от «Легиона свободы России», вы говорили, есть представители республики, да, в «Легионе», отправиться, поехать домой и показать, собственно, силовикам, что такое «Башкиры», как они могут отстаивать свою, собственно, свою землю? Как, кстати, «Башкиры» не единожды делали в 2020 году, в 2023 году. А Куштау, скажу так, никто не забыл, на самом деле, да, как тогда происходили протесты на фоне решений местной власти. Готовы ли представители, помните, как недавно заявляли представители чеченских добровольческих батальонов, которые отстаивают украинскую независимость, что они готовы поехать домой и показать господину Кадырову, что он не чеченец, да, что он абсолютно не представитель их народа. А вот «Башкиры» – представители «Легиона свободы России»? Обязательно. И не только «Башкиры», есть «Калмыки», есть представители других национальных республик. Понимаете, у нас у всех одна проблема – Владимир Путин. И даже если посмотреть на карту, ну, все будет решаться, в первую очередь, в Москве, потому что мы не сможем дойти ни до Уфы, ни до Элисты, там, столицы Калмыкии, минуя Москву, ни до того же Грозного. То есть проблема должна решаться постепенно, степ-бай-степ. Естественно, все представители национально-освободительных движений, которые сейчас воюют за Украину, но в перспективе собираются освобождать свои родные регионы, которые пока что в составе Российской Федерации. Посмотрим, кто будет двигаться к независимости Чечня. Я уверен, что касается других регионов, там может быть разная ситуация. Но суть не в этом сейчас. Суть в том, что сначала мы все вместе идем в Москву, а потом уже, конечно, будем освобождать и другие регионы от путинских элит. И Калмыкию, и Башкортостан, Чечня, безусловно. Кстати, еще и Белоруссия, полк Калиновского, наши боевые побратимы. У них же план тоже закончить с режимом Лукашенко. Я думаю, мы все будем друг другу помогать. А в какой последовательности будут происходить эти освободительные операции? Ну, посмотрим. Военное руководство решит. Алексей, ну вот смотрите, я все-таки хочу вас спросить. Для того, чтобы вспыхнули такие же истории в других регионах и субъектах, тоже получается необходим такой фаиль. Ну, говорю, как есть, да, которые будут отстаивать внутренние проблемы и внутреннюю освещать и поднимать на серьезный уровень внутренние проблемы в том или ином регионе. Потому что, ну, в принципе, какой-то одной связующей линии пока не наблюдается. Возможно, это только пока, да, потому что, ну, понятно, что условно, я не знаю, за фаиль они будут выходить там, ну, ну, скажем, в Тыве, например. Например, бачите-то, перехожие на украинском. Например, не будут выходить в Тыве, да? Ну, потому что, ну, все-таки он житель этого региона. Поэтому, как по вашему мнению, необходима ли все-таки какая-то связующая история, связующее какое-то направление, которое бы объединило большинство регионов, которые готовы были бы выйти все-таки с протестными, показать свои протестные настроения руководству страны? Ситуация в стране, в Российской Федерации, ухудшается достаточно стремительно именно в регионах. То есть вот экономика проседает, она еще не обваливается, но проседает. Доходы населения растут, если бы. Доходы населения падают, растут только цены. И вот в этих условиях плюс мы же ждем сейчас опять новые волны мобилизации после путинских выборов, которые в марк, в выборах в кавычках, да? Вот все это вместе, это создает благоприятную почву для новых восстаний в регионах. А вот что с пусковым крючком будет, мы не знаем. Это вот такой, знаете, черный лебедь. Вот в Башкортостане полохнуло уже сейчас, потому что вот Алсынова несправедливо, значит, это сфабриковали уголовное дело. Что начудят там путинские чиновники, силовики в других регионах, мы не знаем. Наверняка опять кого-то посадят. Так же несправедливо. А может быть еще какой-то коллапс произойдет. Мы не знаем, там прорвет трубы, затопит что-то, приведет к серьезным последствиям техногенной катастрофы. Тоже это может вызвать какие-то волнения. Дагестан, мы помним, там из-за мобилизации как раз-таки прошлые волны протестовали. То есть спусковых крючков может быть очень много. А если заполыхает один регион, как сейчас, например, Башкортостан, эта волна может подняться и перекинуться на соседние регионы. Но в любом случае путинский режим своими действиями, он просто подталкивает народ к протестам. Потому что скоро, если честно, особенно на фоне вот этой грядущей мобилизации, большой мобилизации, которую все со страхом внутри России ждут, это такая ситуация, которая очень взрывоопасна для Кремля. И, собственно, мы ждем, что эта волна начнется, а легион свободы России в нужный момент поддержит. По вашему мнению, какие из требований будут выполнены, требования тех, кто ныне протестует на улицах республики Башкортостан? Насколько, по вашему мнению, Кремль в принципе готов к определенному консенсусу с жителями республики? Полицейский же сказал, в полемику вступать никто не будет. Он же не свои слова. Полемика не полемика, да, тут есть конкретные... Мы не говорим там, да, об окончании, наверное, так называемой СВО, что также требуют башкирские активисты. Например, Руслан Габасов, он в своем фейсбук писал о том, что прекращение войны, не спровоцированной против Украины, возвращение всех башкирских добровольцев, в принципе, военных домой, это одно из требований. Но тут сомнительно. А в принципе, какие политические такие вот подачки, наверное, так правильно будет говорить, на них будет готов пойти Кремль? Действительно, решения будут принимать в Москве, даже не в Уфе, не ради их агиров. Это то, что спустят из администрации президента, то они и сделают. Сейчас выбор такой, либо еще больше закрутить гайки. Вот сегодня арестовали, несколько человек задержали на этих акциях протеста, и перед этим тоже задерживали. Они могут сфабриковать еще несколько уголовных дел. То есть это такая вот Алсынов, а теперь еще протестующих за освобождение Алсынова тоже можно посадить. Это репрессивный, значит, вариант развития событий. С другой стороны, сейчас Кремль очень боится, что эти протесты не спадут, а наоборот будут нарастать. Поэтому, скорее всего, они попытаются так мягко это спустить на тормозах, задержанных в последние дни. Там, может быть, очень мягко наказать, одни сутки, двое суток предварительного заключения. Ну, то есть административное какое-то задержание. Даже самому Алсынову могут вышестоящие судебные инстанции пересмотреть приговоры, смягчить его каким-то образом. Но это все будет подано так, что не под давлением, так сказать, улицы, а вот суд там разобрался. Ну, мы же понимаем, что такое российский путинский суд. Это только телефонное право. Позвонили, они вынесли новое решение. Я думаю, что вот в администрации президент сейчас взвешивают вот эти чаши весов, как им выгоднее поступить, и будут соответствующее решение принимать. Но проблема для них в том, что это не убирает корневые причины этих протестов, а именно ухудшение экономической ситуации, бедность населения и, собственно, потери от мобилизации, потери на СВО. Поэтому, если даже сейчас они смогут купировать эти протестные настроения, но они никуда не уйдут из общества, потому что проблемы не решены, и будет следующий виток, возможно, другая причина, возможно, в соседнем регионе полыхнет, и Башкортостан поддержит. Но я уверен, что эта проблема для Путина просто так уже не рассосился. Услышали вас, Алексей. Спасибо вам огромное за участие в эфире «Фридом». Да, мы верим в то, что, собственно, коренные народы получат все-таки ту необходимую свободу, за которую борются. И в том числе Руслан Габасов, активист башкирский, о котором я вспоминал, он также говорил, что свобода Башкортостана – это один из тех лозунгов, которые необходимо внедрять на республиканском уже уровне, которые хотят башкирские активисты внедрять. Украина всеми руками... Вы знаете, если позволите, я как раз-таки дополню по этому поводу. У башкирского национального движения как раз-таки есть представители за рубежом. Есть вот Руслан Габасов и его организация. То есть они взаимодействуют как раз-таки с мировым сообществом. Так же, как и чеченцы есть правительство в изгнании Ахмед Зыкаев, так же и у башкиров есть представительство за рубежом. Это говорит о том, что даже организационно башкирское национальное движение находится на таком очень существенном уровне развития. Именно поэтому я не удивлен совершенно тому, что, собственно, именно в Башкортостане происходят такие акции протеста. Спасибо вам большое, Алексей. Напомню, Алексей Барановский, Баскан на связи, рекрут-доброволец Легиона Свобода России. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.